Картина Андрея Звягинцева «Левиафан» получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сегодня была официально объявлена в Лос-Анджелесе, где огласили полный список номинантов на главную кинонаграду года. Картина, уже удостойная премии «Золотой глобус», в самой России была воспринята далеко неоднозначно. Многие сочли ее антирусской и однобоко показывающей российскую действительность. Более того, ряд православных активистов потребовали сегодня запретить показ «Левиафана» в стране. На Западе реакция на фильм оказалась диаметрально противоположной. От кинотеатра фильм «Форум» в Нижнем Манхэттене, где в Нью-Йорке демонстрируют российскую киноленту, ко мне присоединяется мой коллега Евгений Маслов. Женя, что так понравилось американским и западным критикам в этом фильме? Приветствую, Лиза. Российский «Левиафан» действительно очаровал американских кинокритиков. Киноленты восторгаются, восторгаются игрой актеров, сюжетной линией и режиссерской работой. Ну, чтобы не быть голословным, несколько цитат. Издание «Чикаго Сан» — мастерский сценарий, подкреплен сильным выражением. «Лос-Анджелес Дейли» — фильм превосходно задуман и исполнен. «Нью-Йорк Пост» — фильм Андрея Звягинцева, сочетает в себе аллегорию, жесткую мелодраму, черный юмор и поражающую красотой композицию. Каждый кадр наполнен смыслом. А известный в США журнал, интернет-журнал «Салон» — это та еще кинолента, сделана с душой и кажется лучше с каждым просмотром. И это лишь некоторые из рецензий, и большинство из них в таком же духе. Даже на вывеске за моей спиной написано «Левиафан мастерпис», шедевр. На сайте американских кинокритиков Rotten Tomatoes фильм набрал 99% по результатам оценок критиков, положительных откликов. Это очень высокий показатель. Для примера, фильм «12 лет рабства», взявший «Оскар» в прошлом году, набрал 96%. «Левиафан Звягинцева» — это интерпретация истории библейского персонажа Иова, действие которой перенесено в современную российскую действительность. Сам режиссер неоднократно рассказывал, что идею ему дала история в небольшом городке в штате Колорадо, где местный житель, проигравший территориальный спор местным властям, решивший, что с ним обошлись несправедливо, восстал, сел в гусеничный трактор и снес несколько зданий. У Звягинцева сценарий иной, оригинальный, с другой концовкой. Но, по сути, та же история о столкновении человека и власть имущих, о столкновении человека с системой. И эта история оказалась универсальной. Звягинцев снял ее в российских декорациях. И, похоже, именно это возмутило многих в России. Но в Соединенных Штатах фильм и его послание восприняли ни в коем случае не как очернение всей России. Понятно, что речь идет о маленьком городке на окраине. Фильм видят прежде всего, как я уже говорил, универсальную историю, ценят за художественные достоинства. Хотя некоторые издания, такие как Hollywood Reporter и New York Times, увидели в фильме попытку автора отразить реалии путинской России. В подтверждение этого еще одна цитата. Левиафан представляется осуждением коррупции и цинизма, существующих в современной авторитарной России. Еще раз напомню, это был New York Times. Но в целом политические рецензии теряются на фоне исключительно художественных оценок киноленты. Здесь, в Нью-Йорке, она демонстрируется в нескольких кинотеатрах и пользуется огромным интересом. Особенно после номинации на Оскар. В кинотеатре фильм-форум. Следующий сеанс начинается через полчаса. И, судя по табло в кассе, большинство билетов уже раскуплены. Шансы киноленты взять Оскар, мне кажется, Лиза, весьма высоки. Спасибо, Женя. С нами на связи был Евгений Маслов.